Несмотря на сложную внешнеэкономическую ситуацию, ульяновские предприятия работают в штатном режиме. Однако проблемы уже начинают появляться. По словам главы региона, наиболее острые дела обстоят в автомобилестроении и в производстве пластмассовых изделий. Импортные комплектующие и сырье завозить перестали из-за санкций. На УАЗе, например, пока сделали упор на старый грузовой ряд, модели которого обеспечены комплектующими. Серьезная проблема остается по новому модельному ряду, это патриоты. У нас пока нет понимания по системе управления двигателем, это БОШ. Плотно занимаемся сейчас с ЭТЭЛМой, с Подмосковной. Проблемы у всех схожи. В основном на складах предприятий запас сырья на пару месяцев вперед. За это время нужно найти новых поставщиков и наладить логистику. Для этого необходимо в мельчайших деталях проанализировать ситуацию на ключевых предприятиях, рассмотреть все производственные цепочки, понять, какое сырье, какие комплектующие возможно заменить, а какие необходимо только закупать. А если невозможно закупить в России, то заняться поиском новых партнеров, в том числе из Азии. Этим займется Центр поддержки экспорта. Напрямую с заводами будет работать только что созданный Центр субконтрактации. Сотрудники будут собирать заявки от предприятий по необходимым комплектующим. Мы совместно с торговой промышленной палатой создаем такую структуру, которая выявляет у предприятий критичные технологии, критичные компоненты и материалы, которые прямо сейчас надо наладить с поставки. В первую очередь создаем беспрерывную логистику поставки этой продукции на территорию региона и на предприятий с целью предотвращения и недопущения остановки предприятий и разрыва технологических цепочек. Следующий шаг – настроить логистику. На базе портовой особой экономической зоны планируется организовать транспортно-логистический хаб. Мы должны использовать все наши ресурсы и возможности для того, чтобы товары и сырье шли через Ульяновскую область. Она у нас логистически расположена очень выгодно. Это даст новые рабочие места, это даст нам финансы на модернизацию и развитие собственных внутренних предприятий. На первом этапе в особой экономической зоне создадут склад временного хранения и запустят регулярный контейнерный поезд в Китай. Анонсировали и программу поддержки бизнеса. Так вводятся временные моратории на проверки, упрощены процедуры сертификации. Штрафы для малого и среднего бизнеса изменятся на предупреждение. Всего запущены четыре программы общим объемом 765 миллиардов рублей. При этом поручительства будут выдаваться в первую очередь на запуск новых инвестиционных проектов, в том числе для импортозамещения, а также на рефинансирование кредитов по уже начатым инвестиционным проектам. Системы, образующие и агропредприятия смогут получить льготные кредиты на обеспечение бесперебойной работы. Как отметили в правительстве, необходимо выработать конкретные решения по импортозамещению. Тогда будет возможность рассчитывать на федеральные субсидии.